6 стих, 2-й сотворенный день «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и отделяет она воду от воды». В книге «Бытие» есть немало указаний на то, что в первоначальном творении существовало водное канапе или водное покрывало. Знаете, что такое канапе? Например, в Америке у девушек бывает кровать под канапе, под покрывалом. Не знаю, как это по-русски называется. А также есть слово «канапе». Отлично. Значит, все, выучил еще одно русское слово. Поздравьте меня. Итак, в самом начале книги «Бытие» мы находим указания на то, что над землей было канапе, было покрывало из воды. На это существуют и ссылки в поэтическом контексте, после потопа. Но объективных ссылок на это после потопа уже нет. Вполне возможно, это потому, что, собственно говоря, потоп начался, потому что дождь из этого канапе, из этого покрывала пролился на землю. Я знаю человека, который написал докторскую диссертацию, и в этой диссертации он доказывал, что вот это канапе, это водное покрывало, также обеспечивало продолжительность жизни до потопных людей. Мы увидим, что эти люди очень долго жили. Сегодня даже невозможно себе такое представить. После потопа продолжительность жизни вдруг снижается, снижается резко, снижается существенно. Мы доходим до Моисея. Моисей в 89-м году пишет, что средний возраст 70 при большей крепости 80 лет. Сам Моисей существенно больше прожил. Но здесь он практически говорит, что, ну, смотрите, если вы здоровый человек, вы доживете, может быть, и до 80. Большинство людей доживают только до 70, но это в поколении Моисея. Так вот, некоторые считают, что это водное покрывало, водное канапе, и обеспечивало продолжительность жизни людей до потопа. Количество лет, которым им дано было прожить. Но эти воды разделены. Они разделены на второй день, во второй день творения. Итак, вода под твердью, вода внизу, и сверху небо. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша. И назвал Бог сушу землей, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, породу. И по подобию его, и дерево, плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. Вы помните тогу во Богу? Вы помните бесформенность тогу? И в первые три дня Бог оформляет этот мир, дает ему форму, решает проблему тогу. Свет, небеса, земля. В четвертый, пятый, шестой дни творения, он решает проблему Богу, проблему пустоты. Он наполняет этот мир, он наполняет свое творение. Кстати говоря, это тоже форма. Звезды и луна, и солнце, это тоже формы. Но он локализует свет в небесных телах, в небесных светилах. Он отделяет небо от морей. А в пятый день он наполняет небо и море. В третий день он сотворил землю. В шестой день он наполняет землю. Мы называем это симметрией. В 18 веке было принято делать комнаты симметричными. Если слева стоит кресло, то и справа должно стоять кресло. Симметрия, баланс. Здесь между первыми тремя днями творения и четвертым, пятым, шестым днями творения тоже симметрия, тоже баланс. Но не только баланс, но и два полюса. Но нужно рассматривать и то, и другое вместе. Мы начинаем с небес, первые и четвертые дни. Значит, спускаемся. Вторые и пятые дни. И спускаемся постепенно к земле. Начинаем сверху и спускаемся вниз. И таким образом проходим первую главу книги «Бытие». Бог непостижим. Непостижима и Его сила Творца. Точно так же, как и Его Бытие. В Америке есть очень хороший оратор. Выступающий. Живет он в Атланте, в штате Джорджия. Зовут его Луи Гиглер. На одном из его компакт-дисков записано выступление перед огромной толпой слушателей в городе Хьюстон. Он рассказывает о звездах, о величии звезд, о количестве звезд и о их размере. Его выступление практически переходит в проповедь. Он размышляет над 32-м псалмом. Давайте посмотрим, откроем 32-й псалм. И я повторю некоторые слова Луи Гиглио. Слова, от которых Дух захватывает. 32-й псалм, 6-й стих. «Словом Господа сотворены небеса, и Духом уст Его все воинство их». Воинство — это поэтическое слово. В данном случае оно означает «звезды». В некоторых английских переводах написано буквально «Дыханием Его сотворены все звезды». И вот в своей величайшей проповеди, сопровождаемой иллюстрациями, картинками, он показывает звезды в сравнении с Землей, в сравнении с Солнцем. Он говорит, и я не могу говорить об этом спокойно, он говорит о величайшем звездном дыхании Бога. Бог выдыхает эти звезды духом Своим, дыханием Своим. Обратите, пожалуйста, внимание еще вот на что. 14-й стих 1-й главы Бытия очень важен. Четвертый день. Бог ставит светило в небесах, чтобы отмечать времена года и ни день, ни ночь. И обратите, пожалуйста, внимание на важную фразу в конце 16-го стиха. «И звезды». Сотворил много всего. И, кстати говоря, еще и звезды. Как что-то маленькое, несущественное. Нет. У Бога такого различия нет. Бог не различает существенное и несущественное. Бог не говорит, ребята, не трогайте меня, у меня большой проект, мне сейчас не до мелочей. Нет. Все для Бога важно. Равно важно и равновозможно. Все для Бога равно достижимо. Потому что Бог выше больше всего. Невозможно изучать Священное Писание, не поклоняясь при этом Богу. Во время перерыва мне задали такой вопрос. Я к нему еще вернусь. И с третьей главой, но начну отвечать сейчас. Меня спросили, почему одни верят в библейские рассказы, а другие отвергают их? Почему одни верят в Слово Божие, а другие говорят, что и Бога нет? Ответ на этот вопрос связан с Божьей благодатью. Но наш курс не по богословию. Наш курс по книге Бытие. И все же я хотел бы объяснить вам первый принцип богословия. Из курса «Введение в богословие». Без этого принципа невозможно научиться думать богословски. Без этого принципа невозможно понять христианское откровение, которое мы находим в Библии. Вы готовы к этому первому принципу? Первый принцип. «Бог есть Бог, а вы не Боги». Бог есть Бог, а я не Бог. Бог есть Бог, а мы не Боги. Я назвал вам имена двух самых известных атеистов в мире. Ричард Докинс, профессор Оксфордского университета, и американский писатель, британец, ставший американским гражданином Кристофер Хитчин. Величайшая проблема Докинса состоит в том, что он не может себе представить Бога. Величайшее возражение Хитчинса — безнравственность Библии. Но главная проблема Хитчинса заключается не в том, что Бога не существует. Главная проблема Хитчинса заключается в том, что он не Бог. Эти люди не могут сдержать гнев на Бога, потому что решает все главные вопросы Бог, а не они. Их раздражает то, как Бог судит мир и людей в этом мире. Они никак не могут с этим смириться. Но при этом они легко смиряются со своей собственной способностью судить Бога. Им не нравится, когда Творец судит свое творение. Но при этом они, Творение, вполне готовы судить своего Творца. Бог отличается не по размеру, не по степени, а по качеству, не по количеству, а по качеству. Шекспир тоже. Он отличается не по количеству, а по качеству. Рядом с Шекспиром в английской литературе никого больше нет. Даже на втором месте никого нет. Мы знаем только, кто на первом месте. Так вот, и Бог отличается от нас не по количеству, а по качеству. Бог есть Бог, а мы не Боги. Он сотворил нас, а не мы себя. И нет у нас права сотворять себе других богов. Мы с вами продвигаемся по шести дням Творения в первой главе Бытия. Мы обратили внимание, что в первые три дня Бог оформляет этот мир. Четвертый, пятый, шестой день наполняет этот мир. В двадцатом стихе Он говорит, «Да произведет вода присмыкающихся душу живую, и у птицы да полетят над землею, по тверде небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных присмыкающихся». Далеко не всех животных, далеко не всех обитателей моря пока занесли в каталоги и учли. Если вы придете в британский музей... Нет, не в британский музей, в британскую библиотеку. Если вы придете в британскую библиотеку и захотите передать ей в дар какие-то книги или предметы, эти книги смогут каталогизировать только через 11 лет. Такая у них очередь на каталогизацию. В мире до сих пор не все описано. Не все живые существа проименованы. Большинство неизвестных наук и живых существ живут на глубине морей. Несколько лет назад президентом Библейского института Моуди был Джо Стоуэлл, блестящий проповедник. В 2005 году он проповедовал в Венгрии. Говорил он о круизе, в котором плавал вокруг территории Аляски. И вот однажды, во время этого круиза, они слышали песню гладких китов. Экскурсоводом был эволюционист. Он рассказывал о том, как на протяжении миллионов лет развивались эти киты. Джо Стоуэлл не пытался ему ничего доказать. Но он сказал во время проповеди одну очень важную вещь, которая мне запала в сознании. Я полчаса ничего больше слушать не мог. Я думал об этом, и я даже начал плакать. Вот что сказал Джордж, вот что сказал Стоуэлл, повторяя слова экскурсовода. У каждого гладкого кита в мире есть песня, которую он поет. Вы можете подойти к компьютеру, ввести в Google запрос «Песня гладких китов». И услышите эту песню. Вы услышите файлы с записью этой песни. Итак, у каждого гладкого кита есть песня. Но это еще не все. У всех гладких китов в мире одна и та же песня. Но и это еще не все. Их песня изменяется на одну четверть каждый год. Так что к четвертому году все гладкие киты в мире поют уже новую песню. И вот у меня два вопроса. Сколько времени нужно было бы эволюции, чтобы к такому прийти? Еще один вопрос. Как это могло произойти случайно? И все-таки еще и третий вопрос. Кто дирижер этого хора? Кто научил китов? И кто постоянно их учит, чтобы они пели одну и ту же песню? Бог показал нам в Своем творении свое присутствие. Мы с вами живем не просто на единственной планете, на которой возможна жизнь, в Солнечной системе, но более того. Только на нашей планете, в Солнечной системе, возможны научные открытия. Объясняется это нашим положением в Солнечной системе. Для того, чтобы возможно были научные открытия, необходимо присутствие Луны. И возможность затмения. Ни на одной и другой планете, в Солнечной системе, возможности затмения нет. На Сатурне есть частичное затмение, но нам нужно полное затмение. Чтобы понять, каковы звезды, нужно полное затмение. В 1919 году, именно в результате полного затмения, экспериментальным путем была подтверждена теория относительности Эйнштейна во время полного затмения. Я не понимаю до конца, как это произошло, я просто знаю, что это так было. Бог не только дал нам возможность жить, Он дал нам возможность также открывать Его дела, открывать Его мир и продвигаться в научном исследовании вперед. Он хочет, чтобы мы исследовали мир. Он хочет, чтобы мы при этом прославляли Его. Проблема не в науке. В результате судебного процесса в 1925 году, который обернулся против христиан, многие христиане сказали, не будем изучать биологию, потому что это опасно. Нет, ничего подобного. Все нужно изучать. Всякая истина есть истина Божия. Обниматься. Отличные истории. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok